Всем привет, меня зовут Айса, и сегодня я должна была выложить другое видео про мои тинер-свидания, про удачные и неудачные, вот, и покомментировала, что меня стали терзать сомнения, меня вообще поймут люди, потому что, не будут кривить душой, говорить, что мне не волнует мнение окружающих, потому что, нет, всех волнует мнение окружающих, да, там, близких и друзей мнение волнует гораздо больше, чем всех остальных, но все равно волнует, и тем более мне волнует мнение людей, которые на меня подписали, все эти святые 50 человек, вот, не знаю, кто меня вообще смотрит, но, просто я 4 года назад уехала за Россией, у меня, если, ну, если меня это видео показали бы 4 года назад, я, во-первых, про себя подумала, что еще она какая-то, блин, феминистка, что ли, вот, во-вторых, подумала, блин, вот, у меня столько свиданий было, ничего, шлюха, вот, и, в-третьих, я подумала, что зачем я свое вообще грязное белье уваливаю для, уваливаю на потеху окружающим, вот, ну, ну, и плюс еще мои свидания были нелепые, такие же, наверное, как у в жизни любой девушки, то, что там, когда на фотки один человек приходит, там, на 20 килограмм тяжелее, на 10 лет старше, вот, и прочее, когда там, едешь к молодому человеку, он говорит, о, поехали ко мне, погладим котика, и просто попьем вина, поболтаем, вот, и ты едешь поболтать и погладить кота, а в итоге, ну, как бы, у него оказываются другие намерения и прочая всякая лабуда, вот, но были какие-то моменты, которые, ну, непонятно вообще, как это ценят мои зрители, потому что, вот, например, мне писал новый человек с первого сообщения, вызвал очень такую негативную реакцию у меня, тем, что написал мне, типа, hi, baby, ну, типа, привет, малышка, вот, и, ну, 4 года назад я бы сказала, ты в тиндере сидишь, ты что ждешь, ты дура, вот, но потом он мне еще дальше там, типа, писал, что, о, ты едешь в Гонконг, так жаль, что меня там не будет, я бы тебя взял за ручку, ты же там потеряешься, вот, и меня это очень сильно взбесило, потому что, ну, тиндер тиндером, как бы, понятно, что это ты там не на работу устраиваешься, но все равно какой-то минимальный порог уважения, я привыкла после жизни в Австралии, которая тоже не последняя страна в плане гендерного равенства, и еще, тем более, работая на американскую компанию, я привыкла, что люди ко мне не знакомы, особенно незнакомые люди относятся с уважением, вот, и тебе в лоб никто не пишет, типа, там, малышка, вот, даже в тиндере, вот, не знаю, как это воспринят мои российские зрители, вот, плюс еще, да, у меня было очень много первых свиданий, одна из причин, то, что я научилась по всяким звоночкам и просто по каким-то, даже мелочам, которые, опять же, моим зрителям могут показаться, ну, что она дура, что ли, что она там, ну, вот, там, не знаю, бросила там одного человека, только потому, что он мне в понедельник не мог внятно сказать, что, в какие дни он будет свободен на следующей неделе, вот, чтобы я могла, там, распланировать свою работу, учебу и прочее, потому что я знаю, ну, как бы, мне это важно, я знаю, что я, ну, не смогу с таким человеком дальше встречаться, вот, ну, и плюс, опять же, я вот, ну, отчаялась, честно говоря, найти какие-то серьезные отношения, потому что, ну, вот, как один блогер сказал, что, типа, ты, там, идеальные джинсы ищешь годами, а иногда вообще всю жизнь ищешь и не находишь, а почему отношения должны быть другими, вот, что партнера, который тебе подходит по всем категориям, найти гораздо труднее, чем джинсы, вот, поэтому, ну, вот, либо ты проходишь через большое количество свиданий и находишь концы партнера, либо у тебя невероятная удача и везение, либо ты снизишь планку своих запросов к партнеру и просто, вот, будешь довольствоваться тем, что есть, вот, и поэтому, ну, я вот пошла путем свиданий, сейчас даже вообще забросила это дело, потому что я сконцентрировалась на карьере. Для чего я, вот, вываливаю все это грязное белье, там, потому что я часто наблюдаю, что, вот, у меня много подружек, ну, если вы смотрите, это, скорее всего, не про вас, но все равно, много подруг, которые очень красивые, умные девушки, очень женственные, вот, но им некомфортно в отношениях, и их партнер, он объективно хуже во всех отношениях, чем моя подруга, мои подруги, и девушки не уходят только потому, что они боятся потерять тот уровень комфорта, который у них сейчас, боятся остаться одними, боятся осуждения со стороны окружающих, их друзей, что будут говорить, вот она там, его нормальный мужик, что, не пьет ее, не бьет, вот, а что она ушла от него, вот. И таким девушкам я просто хочу сказать, что если вам некомфортно в отношениях, это будет влиять на все сферы вашей жизни, и вот это вот стерпится, слюбится, это вообще просто какая-то глупость, вы просто всю жизнь будете несчастной, и чем дольше вы этих отношениях остаетесь, тем больше вы себе вредите. Я вам хочу сказать, мне, конечно, ну, не так много лет, и я вообще далеко не мудрый человек в житейском плане, но мои 32 года, не обладая какой-то там сногсшибательной внешностью, и я не женственная, у меня, как бы, я довольно странно крашусь, одеваюсь, и я, типа, по характеру довольно тяжелый, у меня довольно тяжелый характер, и я еще, как бы, задрот, интроверт, и, ну, не самая завидная девушка, так сказать, но при этом даже мне было очень легко найти желающих встретиться и просто продолжить отношения и прочее, прочее, и все мои отношения следующие были лучше, чем предыдущие, потому что ты, во-первых, сам понимаешь лучше, что ты ждешь в отношениях, что тебя устраивает, что не устраивает в партнере, вот, и поэтому никогда не бойтесь оставить вот эти отношения ваши и начать следующие, потому что, ну, одна вы точно не останетесь, я вам это гарантирую, потому что столько, ну, свободных людей в мире, что вы обязательно себе найдете кого-то лучше, скорее всего, чем ваш нынешний партнер. Это первое, что я вам хочу сказать, и, во-вторых, понятно, что это мое мировоззрение, но я для себя поняла, что все инвестиции в себя, в свою карьеру всегда окупаются, всегда. То, что вы вкладываете в отношения, окупается далеко-далеко не всегда. Поэтому в такие тяжелые кризисные времена, как сейчас, чтобы не остаться без работы, нужно постоянно себя развивать, все время расти как специалист, и я вас призываю сконцентрироваться больше на этом, чем на ваших отношениях. И третий момент, почему я решила вообще поговорить о этих всяких тиндер-штуках, то, что всегда, блин, у меня тоже бывали моменты, когда я не чувствовала себя в безопасности вообще, и я считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть, всегда говорите своим близким, подругам, куда вы идете, оставляйте номер телефона человека, с которым вы встречаетесь, всегда говорите, куда именно вы идете, договаривайтесь о том, чтобы созвониться после свидания. Я, в общем, переживаю за вас, будьте аккуратны. И также я вкратце хотела рассказать немножко про приложения, которые вы можете использовать, не знаю, может, они в России вообще другие, ну, типа, у нас тут есть Pure, там вообще просто свидание на одну ночь, там даже фотки свои не надо вставлять, просто нужно открыть свое местоположение, он находит партнеров, которые тоже, ну, ищут свидание на одну ночь, ну, если кому надо, вот, тиндер, тиндер тоже, бывает там, тиндер плюс, тиндер гол, то есть можно там заплатить деньги и получить там, типа, возможность видеть, кто у вас там свайпает влево или вправо, я уж точно не помню. В общем, можно выбирать из тех людей, которым ты уже изначально понравился, можно там делать супер лайки и прочие всякие возможности. И мне кажется, если вы решили, что я найду себе серьезные отношения, вообще отличного партнера, решил ввозить, инвестировать какие-то деньги и время в это, то я вам рекомендую вот купить либо тиндер плюс, либо тиндер гол. Еще вы знаете, да, что там можно, ну, как бы, настраивать, помимо возраста партнера, можно еще местоположение, можно там в радиусе, там, не знаю, двух километров искать себе свидание, вот, что было очень удобно, я как-то так один раз делала и в итоге там с кем-то встречалась вообще из соседней улицы. Ну, и также есть там в тиндере негласный этикет, то есть, если ты там свайпнул влево и у вас тебя сразу мэч, то значит, он тебя свайпнул раньше, чем ты, и тогда ты первая должна писать, вот, потому что, ну, как бы в Астралии равенство, вот, и там нет, ну, здесь как бы нет такого, что, типа, ну, ты, я же девушка, я не должна первая писать. Ну, то есть, считается, что, типа, если ты последний свайпнул, ты, типа, первый пишешь. Есть еще приложение Bumble, вот, и оно, и там всегда только девушка имеет право написать первое, вот, поэтому, ну, что, с одной стороны, удобно, то есть, не надо думать, кто там должен первый писать, пишет девушка. Вот, я вам тоже рекомендую, на Bumble обычно более такие серьезные люди сидят, ну, мне кажется, не знаю. Ну, и вот, значит, на этом все, будьте аккуратны, осторожны, ищите отношения, в которых вам комфортно, не бойтесь быть одними, я сейчас на самоизоляции, и мне настолько комфортно, что я одна, я бы, ну, не знаю, с ума сошла 24 часа все время быть с человеком в одной комнате, и мне очень комфортно, я могу два часа проснуться, сделать йогу, полежать несколько часов в ванной, не знаю, я заказала себе на день рождения три палетки, и никто мне не скажет, дура, еду надо покупать, вот, поэтому, ну, одно, одно — это прикольно жить, одно — жить прикольно. Не бойтесь быть одними, лучше быть одними, чем в отношениях, которые тебе некомфортно, и еще не забывайте, пожалуйста, инвестировать в себя, как в специалиста, потому что, блин, кризисные времена, как сейчас показывают, вообще очень и очень часто случаются. Я вам желаю всяческих успехов, быть здоровыми, желаю, чтобы карантин поскорее закончился, и желаю вам удачи на просторах Тиндера или любого другого приложения для знакомств. И на этом у меня все, с вами была Иса. Субтитры создавал DimaTorzok